Итак, видим, что Виджи Доктор нагло заходит ставить вард. И Муши его пробивают очень плотно, рядом, потому что находится Батрайдер, и это Ферст Блад. Ну, это же должен быть Ферст Блад. Посмотрите, Муши очень здорово сделал, причем вообще я испугалась за жизнь виспа, но Виджи Доктор сам виноват. Как здорово получилось, Queen of Pain делает ФБ. 30 секунд до начала сражения. По вуардам давайте пройдемся. Такой вот вард поставили в Минески. Ожидалось, Батрайдер от Мага будет. Да, все-таки Батрайдер появляется практически в каждой игре. Город, мне очень интересно посмотреть на его статистику. Скоро я ее увижу. Я, конечно, попрошу наших ребят-статсманов мне ее скинуть, потому что... Я не ожидала, сможет это просто СИА? Надо посмотреть, какая статистика еще и в Европе и так далее. Ну и поехали. У нас 10-я карта на сегодня на этом канале. Фнатик против Минески. И, конечно, обратим внимание, что Батрайдер перемещается у нас на бот. Будет он стоять против Виджи Доктора и Урсы. И вообще, очень сложно Магу изначально, посмотрите, приобретает в себе сапог. Понимаешь, если его зацепят, то убьют, скорее всего. Рядом также находится Джакира. Так что будет какая-то поддержка для Мага. В то время Найт Сталкер опять перемещается в Мид. Здесь стоит Фантомочка с Веспом против Квин оф Пейн. Ну и на топе... На топ приходит Урса. А знаете почему? Потому что они хотят, чтобы Тимбер стоял против Андерлода. И это, в принципе, понятно. По идее... ...чем Андерлорд. Потому что он как раз очень хорошо справляется с силовиками. Да, так оно и есть. Это как бы... То... Дальше меняться линиями, интересно. Так, все хорошо. Прилетел. Видж Доктор оставляет... Тоже пока находится на линии с Андерлордом. И неужели будет нападение у нас? Пошли касочки. Касочки очень неплохо. Те по Джакиро и Ветрайдеру полетали. Замедление огромное. И, скорее всего, Андерлорд будет первым, кто умрет на этой карте. Так оно. И, прошу прощения, вторым. Вторым, потому что первым погиб у нас именно Видж Доктор от Муши, если вы помните. Если то ли не помните, то я вам напоминаю. Так, нападение на Виспа было. А сейчас, возможно, у нас как раз будет нападение от Виспа. Ну, нет, решили не идти, потому что подхила нет. А вдруг какой-то телепорт. Висп уже под Коцаны не сможет никак помочь. И абсолютно верно, что они отступили. 2-0. Пока в пользу команды Минески. Фнатик. Будет ли по... Ну, неважно, кто на самом деле. Хотя, Фантомочка. Начинает проседать. Ну, и третий фраг. Фнатик пока проседает по линиям. Вот этот фраг, который изначально сделала Муши, помог ему на старте. Имеется, у него уже 2 нулика. Я так предполагаю, что Боттл идет пешочком пока. Потому что Курьер еще не апнут. Третьей минуты нету. Фантомка. Уже один раз побывала в таверну. По крипам Муши опережает Ко. Но здесь рядом Виспа. Как только Висп ушел, сразу получилось сделать фраг. Разумеется, с Виспома. Даже несмотря на то, что он на такого маленького уровня, пока не особо реген. Хотя регена в целом должна хватать. Так, подхилил. Хорошо, теперь главное. Там Пурман Шилд. Думаю, Фантомочка по стандарту. Вот, кстати, по поводу стандарта я не уверена. Чаще всего, если Фантомка в качестве керри, собирается Владимир и Дезолятор. Но первый момент. Здесь имеется Урса, который может собрать этот самый Владимир. И здесь Фантомка Медовая. Поэтому, возможно, у нас появится какой-то ранний Дезолятор. Так, нападений будет ли под тавер идти, не очень хочется. Несмотря на то, что тут находился Найт Сталкером. Рядом находится и Вич Доктор. Поэтому, может, выход будет от саппортов. Андерлорд очень подкосанно идет на базу. Регенится. И абсолютно правильно, потому что тут ходит какой-то Найт Сталкер. Случайно забредет, куда не надо. И вот тебе фраг еще один. И при том, ладно там фраг. То опыта сколько получит Найт Сталкер. Лиск успевает найти руну. Притом, очень хорошая для него. Для всех хорошая руна. Это руна Регена. Можно попробовать. Так, видят Найт Сталкера. Пошли к касочке. Прыгает Фантомка. Ну и, несмотря на ночь, Найт Сталкер будет погибать. Потому что успел повесить Меледикт Вич Доктор. Второго уровня. Обратите внимание, именно вот эту способность выбирает Макси здесь. Диджи, я с ним согласна. Вот как раз благодаря ей и получилось убить Найт Сталкера. Первый фраг от команды Фнатик. Мы их с этим фрагом поздоровеем, скажем так, с почином. Но я бы не сказала, что они там проигрывают. Пока все достаточно в целом. Но давайте посмотрим. Queen of Pain мид выиграла. Это пока что, по крайней мере. Хотя пятая минута. Все может измениться буквально за пару минут. Но, тем не менее, пока Найт Ворс с Queen of Pain на первой позиции. И это мы... Мое дело озвучить. Вам решать, важно это или нет. Кстати, посмотрите, как фантомка подкоцалась. Ну а здесь все висп-то с регеном. Поэтому вроде коцал, коцал этого фантомка. А она бац, и вот фуловая. Кстати, вообще она сейчас еще могла и прыгнуть. И попробовать прохарасить Queen of Pain. Ну а у Queen of Pain в любом случае, там, она, конечно, бы ушла. Но, тем не менее, развели бы ее на блинг. Хотя бы что-то заставили там потратить какие-то сплы. Кстати, у Queen of Pain имеется ультимейт. И она уже хочет его реализовать. Муша как раз тот игрок, который у нас качает ультимейт. Как же быстро это все произошло. Идет в Night Stalker. Ну и удар еще один, да. Фраг сделан. Минус два персонажа. Queen of Pain очень хорошо себя показала. Еще на Night Stalker прилетел. Прибежал, прилетел, как хотите. Пять, один счет. Ну и Минески очень здорово начинают. Которые я сегодня комментировала против Тин Си. Так, нападение на Тин Бера. Тин Бера пытается сделать телепорт. Ииии. Нет, не получается. Слишком много урона. Слишком много урона вчетвером. Потратили 4 человека. Прям пришли на топ. И осилили, конечно, Тин Бера. Как дела вообще-то у Тин Бера? У Тин Бера 26 крипов. Пятый уровень. В это время. Памантомочка возвращается на мид. Night Stalker, возможно, кстати, пойдет за спину ей. И будут пытаться убить. Я предполагаю, надо потригениться. Надо выпить ботл. И вот смотрите, Night Stalker встречает. И уже в третий раз. Когда у вас в кэре за 6 минут погибает 3 раза, это уже о чем-то говорит. И заставляет, возможно, поменять стратегию, пока фнатик менять не собирается. Нужен Виспу левел. Нужен Урси левел. Нужны артефакты, с помощью которых Урса сможет драться. Это там банально какая-то маска плюс даггер. Тогда уже Урса начнет тоже напрягать оппонентов. Для Фантомки это... Да хотя бы банально для начала купить какие-то фейзы, аквилу. И уже неплохо. Главное, чтобы левел и так часто она не погибала. Ну и Виспу 6. Андерлорд. Хотя бы вот с арканами. Что-то. А у Минески что у нас? У Минески, конечно же, Бринг на Бэтрайдере. У Мага в этой игре все отлично. Вообще, честно говоря, очень часто слышали мы много критики в адрес этого игрока украинского. Но вообще, Маг очень старательный человек. Он очень много над собой работает. И смотря как он сейчас играет на квалификациях. Вот правда, мне очень нравится как он играет. Я давно не видела его уровень игры и приятно удивлена. Сколько игр мы смотрели, сколько ферстбладов было на Бэтрайдере. А здесь 8 минут и ни одной смерти. Да еще и статистика 1-0-1. Так что пока у него все очень хорошо. Но в церкви... А у них 6, но озвучим, озвучим. Похвалить своих надо нападение от Урсы. Однако Муши тут как-то с дабл дэмэджем подрубают ультимейт. Все-таки Джакира отправляется в таверну. Но за это слишком дорогую цену придется заплатить фнатикам. Теряют они Урсу, теряют они своего кэри-персонажа, кэри-героя, который не должен был умирать ни в коем случае. Да, он взял, конечно, Джакира. Но Джакира это саппорт. Что с него взять? Ну и умер, и умер. Хорошо. Он 280 золота, кстати, взял. Так, подождите. Притом даже я... Даже не Урса убил, а убил-то Вич-Доктор. 280 золота именно он забрал. А Урса просто погиб. Притом вот сейчас Муша за него 350 золота и получил. Я думаю, что пока Минески доминируют. Но проблема в том, что я уже видела эту доминацию. И этот фунт боюсь как бы не сглазить. Потому что опасно. Опасно хвалить кого-то. Вот не буду. Я знаю, что девушки, они вот как похвалят кого-то и сразу сглазят. Все, не хвалю. Так, хорошо. Давайте пройдемся по... Почему пройдемся? Уровень, уровень, общая ценность. Так, секундочку. В миде, возможно, будет у нас замес. Нет, замеса никакого нет. Так что все-таки есть время сравнить. 3000 по золоту. 3000 по опыту. Нацелок, шестой уровень взял. Мы пошли в смоках фнатики переворачивать. Фантомка. Здесь находятся, знают, что здесь кто-то есть. Ну и ждут. День, значит, найтсталкера. Фантомка. Подрубается ночь. Криты вроде прокают. Пытаются уйти с телепорта найтсталкер. И нет. Уйти ему никуда не дают. Погибает. Да как? Я похоронила его уже. Я даже перестала смотреть. Так, хорошо. Надо смотреть, что у нас на другой части карты происходит. Потому что мне казалось, что он выживет. Репорт и все. И... Но нет. Найтсталкер выживает. Вот я, конечно... Да. Я настолько не верила, что он выживет. Вот честно говоря. Вот просто... Но он выжил. Единственное... Ну, не так уж пустую, если учесть, что они забрали тавер. Но, с другой стороны, они забрали Т1. А здесь он уже начинает подпушивать Т2. И при том 2 Т2. Также притаился андерлорд в кустах. В деревьях. Наверное, в кустах не совсем красиво звучит. Андерлорд показался. Ну и... Сейчас за ним полетят. Бэтрайдер. Берет лосо. Хватит ли урона? Урона хватает. Ничего не пожалели дать на андерлорда. Так, в принципе, и получилось. Подходит сюда Найт Сталкер. Прыграет на него фантомка вместе с виспом. В этот раз Найт Сталкер точно погибает. Фраг достается Вич Доктору. Ну и 8-4. Саппорт-то... Найт Сталкер. Найт Сталкер. По Найт Сталкер. Найт Сталкер. Найт Сталкер чуть выше Найт Сталкер. Поэтому, про большую разницу. Там за фраг они не сделали. Тавер не забрали. Но... В любом случае, 4 тысячи пока за Минески. И все очень хорошо у Муши. На Квапе Муши чувствует себя более уверенно. Это вот... В принципе, один из его тоже кор-героев. Если вы помните, вот именно у него сет. Его, который для него делали на Квапу. Так много у него игр сыграно. Так он любит этого героя. И пока показывает, что любовь взаимна, скажем так. Урса приобретает Блинк. Вот один из тех ключевых артефактов, которые должны были появиться. Для того, чтобы Фнатик смогли драться. Фантомка собирает изолятор. До изолятора еще 1300 золота. Потому что один Митриал Хаммер у нее уже есть. Да, как я, в принципе, и предполагала. Не будет она собирать Владимир перед этим самым дезолятором. Но самое забавное, что его и Урса не собирает. То есть, вроде бы, два персонажа, которым этот артефакт, в принципе, достаточно много дает. Но нет. И смоки. И смоки от Батрайдера. Джакира. И Найт Сталкера. И, скорее всего, это будут либо минус два. Вот, на самом деле, Вич Доктора можно забрать. Потому что им с Трикомом уже забивали. Ну, в любом случае, нападение на Андерлорда. Прилетает сюда Виз вместе с Фантомочкой. Первый Митример отъезжает. Прогибает также Найт Сталкер. Как же замес проводит неплохо Фнатик. Но Виз подправляется в таверну. Муши никого не отпускает. Добить Андерлорда. Два раф-три. Еще бегают за Джакира. Джакира также отправляется в таверну. Размен три в четыре. Муши преследуют Урсу. Но здесь Шрайн. Также прилетает Фантомочка. Ну, а идти за Муши нет никакого смысла. И, вы знаете, этот замес на Минске проиграли. Притом, они его неплохо проиграли. Если учесть, что, во-первых, погибает Мак. У него до этого был, там, стрик. Три фрага, кажется, немного. Но, тем не менее. Погибает их Кэрри. Который должен был, по идее. Ну, у которого сейчас Нетворс меньше, чем у Батрайдера, того же Найт Сталкер. Минус Джакира. Выживает лишь одна Клин оф Пейн. Клин оф Пейн вообще ни в коем случае умереть нельзя. У нее и стриг большой. И, опять, она на первой позиции по Нетворсу. Помните, как плохо было у Фантомки все? А вот она уже на второй позиции. И, опять же, в этом замесе она получила очень много. И, я думаю, что уже появится вот-вот Дезолятор. Ну, только было 1300 золота, ей нужно было. А теперь Дезолятор, я тут предполагаю, в Курьере летит. Да? Да, так оно и есть. И, да, еще самое здоровое, что у Фнатика выжили два кор-героя. Которое получили и левел, и экспу. Итак, начало уже хорошее. Пас, ложили айс-пас. Пошла палка от Вич-доктора. Пока живы все. Клин оф Пейн отправляется в таверну перед смертью. Разбирается с Фантомкой. Но нельзя было ей умирать. Урса пытается разобраться с Найт Сталкером. Бежит за ним. Висп все-таки погибает. Но разменяли его на Найт Сталкера. И, опять же, два в два размен. Но забрали Квин оф Пейн. Квин оф Пейн это 600 золота. Квин оф Пейн это 600 золота для Урсы. И Урса у нас, как говорится, из грязи в князе поднялся. Он очень сильно пережал его даже Фантомка. Посмотрите, уже 6400 Найт Ворс. То есть он сейчас и Владимир себе может позволить купить. Кстати, по поводу Владимира все-таки будет Владимир. У команды Фнатик сдался Урса. Я понял, что без этого артефакта не так-то приятно играть. Но особенно если учесть, что это все равно приятный хороший артефакт. Вот не знаю, почему многие команды игнорируют такие артефакты, как Владимир, как Урна, как, не знаю, Глимер Кейпы. Сразу первым артефактом Аганим собирает Вичи Докта. Не думаю о каких-то, что ты играешь против. Притом, на самом деле, почему я об этом так вот говорю. Я уже даже сегодня видела примерно такую же ситуацию, когда там играют против Клокверка и не думают о том, что надо пособрать своему Виномансеру второй, например, Форстаф. Либо что-то в этом духе, чтобы если на него влетели, цепанули. Чтобы иметь возможность его спасти. Именно как-то игнорируют эту вообще возможность. А ведь, да, понятно, Дезварды там с Вич Доктора, с Аганимами, это тоже очень круто. Насколько ты вот этот Аганим собирать будешь, вот в чем вопрос. В Смоках у нас Вич Доктор, кстати, находится вместе с Урсой. Нет, я не про этого Вич Доктора. Этот Вич Доктор как раз, вот просто как раз собирает Форстаф. Вот так вот. Подтвердение моих слов. Я бы за него болела, конечно, если бы это была игра против другой команды. Но это игра против Минески. И Минески расслабились. Я уже вот минут 3-4 назад даже не ушел. Но вспомните, у них на предыдущих картах была такая же ситуация. Так, при... Вау. Зря они так прилетели, на самом-то деле. Но... Я немножко удивилась. Прилетели на Джакера, сразу отправились в таверну. И знаете, сейчас Минески могут выиграть этот замес. У них уже не так много ресурсов. Куин оф Пейн должна разобраться сейчас с Вич Доктором. Вич Доктор. Мансит. Очень даже неплохо. У него просто нет хила. Муша не может его найти. Сейчас подождет немножко. Он знает, что где-то все-таки он здесь находится. Вич Доктор. А здесь уже пришел Урса. Урса отправляется в таверну. И вот теперь неплохо подались. Каски. Касочки. Добили все-таки Вич Доктора. Муша даблкил. Приходит сюда Висп. Начинает хилять Андерлорда как можно больше. Забирают они Квин оф Пейн. Забирают также и Тимбера. Слишком долго, видимо, дрались. Ну и Джакира улетает. Какой долгий замес. Но итог его и в целом непонятен. Потому что уже все не покажутся. Так, короче. У нас погибает Фантомка с Виспом. Изначально при лете. А погибает также Урса и Вич Доктор. Найт Сталкер, по-моему, сразу погиб. Нет, Найт Сталкер живет. Так, Батрайдер погибал. Тибер погибал. Три в четыре. Размен получился. Но если учесть, что... И здесь, и здесь Коры погибали. Так что в целом более-менее одинаково. Но вот этот фраг очень интересный. Я так... Ага, видимо, Андерлорд какой-то подкоцанным был. Потому что Мекку он не успел даже прожать. Либо не ожидал. Потому что Батрайдер его в Соло убил. Вот так вот. Андерлорд достаточно плотный герой. Который в Соло погибать не должен. И мне кажется, что скорее всего здесь была ситуация, что просто банально... Так, что просто банально он был подкоцан. И его нашли, он там крипов фармил. Найтсталкер прилетает ночью, сломает в Орды. Деревич доктор знает, где он находится примерно. Сейчас Найтсталкер побежит. Побежит вперед. Но вот на Хайградных захотите. Самые лучшие идеи. Тем более Подшрайн. Ну, ребята, с Минески Подшрайн только не сегодня. Не в мою смену. Хотя Вис получает очень хороший Орчид. Вис должен погибать. И да, так оно и получается. Вис подправляться в Ордавиа. Но никакой дороги не было. Просто сделали минус. С Орчидом не дали предъявиться Виспу к своим тиммейтам. Ну и вот на этом можно еще и Т2 забрать. А дальше летает Батрайдер. Находит Урсу. Урса. Включает много Денеджа. Орчид от Кунаф Пейн. Ну и Урса тоже погибает. Вот. Это та игра, которую я, в принципе, ожидала. У них все хорошо. Главное использовать свои способности. Собраться пятером. Но вот одна из таких небольших проблем этой команды, что пушить не то, что нечего, нечем. Здесь все-таки Джакира есть, который с Т2 урами хорошо работает. Вот его пассивочка Виквид Фаера. Он разбирается с ними на уран. Но... Видно, что никакого подхила нет. У него не было телепорта. Если бы он сделал телепорт на Шайн, возможно, он бы выжил. Но он не выжил. Висп и... Фантомка. Хотели прилететь на Муши. Но Муши успел. Теперь зато он знает Муши, что у них здесь в арт стоит. Доход на Рошана. Ну да, опять же. Урса с Владимиром. Фантомка с Дезолятором. Урса под Виспом. Без шансов для Рошана. Но драться надо. Просто так отдавать нельзя. Но только не... Не Бэтрайдера. Только не Мага потерять. Я вас прошу. Скорее всего, Маг здесь погибнет. Так оно и получается. Маг делает байбэк. Хайс пасс. Неплохой от Джакира. Урсу получается забрать. Размен пока Бэтрайдера на Урсу. Андерлорд пытается уйти из телепорта. Но Фантомка подгибает до этого момента. И пол Рошана, в принципе, уже снесли. Здесь Фнатики. Остается Минески только добить. Все. Играют прямо для них. На них. И надо это использовать. Надо добивать Рошана. А Егис достается именно Муши. Рошан пока первый. И поэтому он без... Без сыра. Без сырка. Висп с Климер Кейпом. Присоединяем. Что достаточно неплохо. Возможно, и тракт какие-то. Потому что Мико есть уже у Ландерлорда. Ох, Урса. Клэпнул. Но не так уж просто взять сейчас Кин оф Пейн. Во-первых, и Орчет именится, которым она может заткнуть любого. И ветра. Ветра. То есть, есть у нее эскейпы. Невозможности. Местебулян сама стояла с дабл дамеджем. Ну и, конечно, Муши сейчас есть Аегис. Это самое важное. Кстати, вот по поводу Аегиса. Возможно, Минески стоит его реализовать. У нас как бы таверн на низу стоит Т1. Это деньги. Тем более, тут Андерлорд вышел. Андерлорд. Ты чего? Куда ты вышел, дружище? Получай у нас. Орчет начинает избивать его Квин оф Пейн с Аегисом. Не стесняется Батрайдер тратить лассо. Андерлорд должен погибать. Так оно и выходит. Выбивают Квин оф Пейн. Аегис, Айспас, положил Джакира. Застревает в нем Фантом Ассасия. Но Фантомка. Прыжок. Минус Джакира. Однако, минус Вич Доктор. Минус Висп. И Фантомка также отправится в таверн на Мушу. Мега килл. 2 в 4. Потеряли еще и Аегис. За Урсы и типа Тавр. Не надо, Муши. Давайте спокойненько Тавр заберем. У нас все-таки квалификации на The International. И хотелось бы, чтобы эта команда там поиграла. Ну, по крайней мере, я уж болею. Но, в первую очередь, я, конечно, болею за красивую доту. Не забываем, поэтому. Несмотря на то, что там и маг играет. Арк все-таки. Неважно. Падает у нас Т2 Тавр. И Бэтрайдер имеет блинк. Дальше планируется покупка коста. Тавр будет падать в любом случае. Это последний внешний Тавр. Команду Тнатик. Андерлорда поднимает нас в ветра. И хотят уйти в Sonic Wave от Queen of Pain. Непонятно, какой вообще просто нужен был ли этот Sonic Wave. Ну, и он добавился, видимо, по виску. Однако виск был под Glimmer Cape. Ну, поэтому, да. Как-то мне показалось, что вообще он виспочу мало дамажа нанес. Он там стики, то есть, даже не прожимал. И в Fnatic прожимают смоки. Скорее всего, могут они встретить либо Тимбера. Отличный скан от Минески. Читают игру. Вот прям уверена, что этот скан нажал маг. Просто вот уверена. Ну, прочитали. Уже должны понять, что они догадались. Стоят где-то под Тавром. Кто кого встретит, сейчас непонятно. Ну, и замес начинается. Тибанули Тимбера. Тимбер с ветрами прожимает их. Ice Pass от Джакира. Очень неплохой. Пошло лассо от мага в Phantom Assassin's Creed. Фантомку подхилил висп в это время. Раскаст очень неплохой. Вышел, однако, очень много хила. Но то, о чем я говорила. Вичдоктор отхилил, висп отхилил. И уже приходится Минески здесь, скорее всего, отступать. Уже потеряли Джакира. Теперь полетят за магом. Побегут за магом. Либо... Нет, за мага решили забить. Решили, что Найт Сталкер более важная цель. А на самом деле маг был бы более важен. Потому что у него имеется, во-первых, гем. Во-вторых, у него... Не было байбека. Он его не так давно делал. И с отсутствием байбека можно и Тавура посносить. То есть, уже понимаешь, они и так в целом в преимуществе подрались. Изначально. Начали очень хорошо. Мне казалось, на самом деле, что Минески могут выиграть этот замес. Странно, что... Ну, во-первых, изначально Айспас был неплохой от Джакира. И Урса очень долго ульт потратил. Как бы пару секунд ультал. Просто ничего не стоял. Никого не бил. Но, как вы видите, подхила было слишком много. Во-первых, Андерлорд очень плотный. Тоже с Пайпом, с Меккой. Висп и Вич Доктора. Это три героя, которые сейчас могут предоставить своей команде подхил. Продолжение следует... 5 тысяч преимущества, ну и вот что делать? Вроде бы 5 тысяч преимущества имеется, но заходить на ХГ опасно. Если что-то пойдет не так, если Виск успеет вывести в Орелоките из-под фокуса, если сразу потеряют какую-то такую квапу, хотя квапа с Керасой, пробить ее не так-то просто, потерять ее будет сложно, сложно, это невозможно, вот в чем загвоздка. 26-20, так, 28-я минута матча, 5 тысяч преимущества у Минески. Давайте посмотрим по лайтамам, что Батрайдер, Гемфорстав, Даггер, маловато, маловато, хочется еще. Какие-то, кстати, без барабанов играет маг, обратите внимание. Опять полагаю, что что-то, а, у него вот еще Гост есть, ну тогда, тогда хватает, все, все, вопросов нет. Тимбер также с Гостом, Урсу Кайзис, отличное решение. Так, Тимбер, Гост, Ветра, Солор Крест, Солоринг, Арканы. Найт Сталкер с Алибардой. Как же вообще играть на Урсе и Фантомке в этой карте, непонятно. У всех Госты, у всех Алибарды. Витч, Доктор, Форсик, Висп, Глимерки, ПТ-шка. ПТ-шка, значит, хорошо. Итак, нападает у нас Фантомка на Тимбера, Тимбер отсюда уходит, Фантомка прожимает Глэкин Бар. Слишком, наверное, нагло цепянуться ничем не было возможности, и она тратит 10-секундное БКБ на то, чтобы просто побегать. Сейчас как раз ее будут атаковать, Найт Сталкер. Возможно, Стреонет, Андерлорд, получается Сайланс, неплохой Спаса, Джакира, Куин оф Пейн, должна дать отсюда Соник Уэйв, но Тимбер погибает первым, что даже не успел поражать ни Ветра, ни Гост. Просто Урса его уничтожает, ну и погибает вместе с ним Найт Сталкер. Размен пока 2 в 0. Какой размен? Это просто убили двух персонажей и нет никакого размена. И Тавр еще заберут, ну и надо сплететь. Маг уже должен куда-то идти вперед, пытаться толкать линии вместе. Либо, ясно, ждать Рошана. Да, Рошана у нас полторы минуты. Рошан сырный, еще раз напоминаю. С Рошаном на хайграунд попроще заходить. Но в любом случае, преимущество до сих пор за Минески. Растерялись. У них как будто Минес морально, а Андерлорд берет всех свою тиммейт и еще псу. Эт. Пошло? Не улетел Урса. Не улетел и наказан был вместе с Виском. Прошел Соник Вейв от Клиноплей. Проблемы Вич Доктора. Вич Доктор. Дерется до конца. Ставит еще Десвард, пытаясь как можно больше демиджа нанести. Но это минус 4 в итоге у Фнатик. И вы знаете, у них ни у кого нет байбека. Но Рошан сейчас вот-вот появится. Вот-вот. 20 секунд. Очень обидно, потому что через 20 секунд практически все герои команды Фнатик будут готовы драться. Ну и решили попробовать сломать Тауэр в виде. Гриф имеется. Раскучивает своих висков. Виск. Я их испынулась вообще спирит, а что это дует, 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 да? Не совсем верно. Так. Сразу Фантомочка Фокус сбила с помощью святыни. Ну и отойти. Был потрачен Гриф за Рошаном. Проблема команды Минески в том, что чем им Рошана убивать? Тоже не так-то просто. То есть герои плотные, а физ урона очень-очень мало. И они все равно очень быстро Рошана не убьют. В отличие от тех же Фнатик. Могут просто заходить и, наверное, убивать. Но, скорее всего, будут отыграть более, скажем так, наверочку. И попытаются до этого момента кого-то убить. До захода на Рошпит. Блэмбрейк. Айс пасс от Джакира. Детоктор. Немножко подстрял. Цпанули. Тимбера. Тимбер уходит в Гост. Тимбер. Тимбер, Тимбер, Тимбер. Как же больно такому толстому персонажу от Урсы. Но он все-таки будет жить в любом случае, пока гнались за Тимбером. Должна команда была кого-нибудь хотя бы убивать. Фантомочка. Даггерками закидывается. Айс пасс отличный от Джакира. Проблема Урсы. Урса прожимает. Найт сталкера. Найт сталкер отправляется в таверну наперед. Используется релокейт, дабы убить Джакира. Джакира поднимает ветра у нас. Фантом Ассасин откидывается Айс пассом. Но все-таки погибает от рук Урсы. Даблкилл для него самого. Для Урсы, я имею ввиду. И теперь на Рошана. Байбеки тратить они бы не стали. Но у них этих самых байбеков и нет. Байбеки тратить они бы не стали. Две тысячи осталось. Но вот у них сейчас ведут шесть фрагов. И в целом, что они... Давайте подумаем, что могут сделать. Драться против Айгаса и того же самого Сыра. Не хочется Сыра. У нас Урсы. Айгасу Кин оф Пейн. Висп собирает себе также ветра. Урса. Я так предполагаю, это Аганим ли тебе? А, нет, Диффуза. Хорошо. Конечно, еще и Диффуза. Сложнее и сложнее против него играть в плейте. Симбер. Если честно, в этой игре меня Симбер вообще не впечатлил. Как герой. Может, как игрок, который на нем играет. Не знаю. Как будто такое ощущение, что не то, что он не доигрывает. Просто у него нет возможности что-то сделать. Вроде бы артефакты он собирал хорошие против Урсы. Опять же, те же самые ветра, Гост, Шива, Солар Крест. Начинается у нас замес. Сейчас Релокейт. С телепорта пытается уйти Батрайдер. У него это получается сделать. Релокейт был потрачен. Ну и что теперь? Фанатик никого не забрали. Хорошо. Вроде бы Тимбер неплох против Андерлорда. Вроде бы неплох против Урсы. Но, как видите, здесь его все равно получается убивать. Он тащит как может. Притом тащит он еще и с Батрайдером. Батрайдер, в принципе, герой, который такой, которым нужно тащить лассо кого-то брать и тащить. Желательно, куда-нибудь подальше. Урота Ватос появляется у Андерлорда. Тоже очень крутой артефакт. Дальше планируется покупка грифсов. А потом, а потом еще можно какой-то, можно лотус собрать, например. Мне кажется, неплохо в этой игре будет. Так, фантомочка. Притягивается к ней виск. Промахи повесили. Ветра поднимают. Но фантомочка все равно. Исполнила свое предназначение. Тавр забирает у нас, правда, Андерлорд. Но в это время муж исплетит. И нападение на Квин оф Пейн. Квин оф Пейн. Поднимает на ветра. Она пытается уйти с телепорта. И у нее это получается сделать. Потому что, в принципе, был уже потрачен Юл. В это время сейчас будет замес. С одной стороны, возвращается виск вместе с фантомкой. Тимбер использует гост. Уходит на дерево и на развороте. Отличный ультимейт от Квин оф Пейн. Свирепствует уже муж. И от Соник Уэй был хороший по... Правда, нам не предсчитай виску. Но именно этого виска и получается убить. А дальше. БКБ от фантомки. Ну и драться. Драться против Джакира. Джакира погибает. Джакира делает байбэк. Теперь против Найт Сталкера. Однако у фантомки до сих пор мельца Егис. Его выбивают. Где же Урса? Урса разбирается с Найт Сталкером. Бэтрайдер летает. Натолкнули Вич Доктор. Вич Доктор должен отправиться в таверну. Найт Сталкер также делает байбэк. Андерлорд. Использует свой ультимейт. И успеет ли он спасти... Успевает. Он успевает спасти фантомку. Он успевает спасти Урсу. Который вовремя прожал сыр. И в итоге Вич Доктора и Виспа. Они разменяли на два, кажется, байбэка от Джакира и Найт Сталкера. Да, Квапа не умирала. По-моему, выжил в этот раз и Цимбер. Да, посмотрите. Три в два разменялись. То есть, Аегес двух саппортов на... Также двух саппортов, только двух саппортов, которые заставили сделать байбэки. И даже, казалось бы, на все, несмотря на все, это преимущество-то все равно остается у меня несколько по золоту. Его сложно назвать преимуществом. Хотя бы какая-то моральная состав... Ну, вот морально даже подумать, что... Посмотрите, сколько они уже проводят таких не очень хороших, положительных для своей команды драк. И все равно они еще ведут. Ну, тут стоит отметить в этой игре Муши. Если в той игре на паке, которую я для вас комментировала, Муши показался не самой лучшей стороны, то на Queen of Pain 15.2.14 отыгрывает. Вот это и правда класс. Дабл дэмэдж для Queen of Pain. Думаю, что не против она сейчас подраться. Еще и хейст. Я думаю, в ближайшие 5 минут все решится. Кстати, по поводу лотоса. Лотос выбирает для себя бэкрайдер в качестве айтема. Супер Башар появляется у Фантомки. Ну и диффуза у Урсы. Уже давно были, в принципе. Я в целом отмечала, что нет Урсы. БКБшки. Обратите внимание, что Фантомочка пока с... Диспома находится на линии. Понимает, что здесь не нужно давать возможность... Ой, нападение на Фантомку. Фантомка прожимает БКБ и... Убьет, прошу прощения. Но поднимает ее весь на ветра. Дальше преследовать его. Фантомка. Ты... Муши. Поставили в центре, однако Фантомочка уже... О, прошу прощения, Фантомка. Кин оф Пейн была далеко. Фантомка в таверне. Я немного была поражена. Муши... Просто бог. Во-первых, он убил соло Фантом Ассасин, которая была с Виспома. Проблема была скорее в Фантом Ассасин, нежели чем в Виспе, потому что Фантомка прожила БКБ. Не знаю, чем бы это помогло против... А, она хотела сбросить, я так понимаю. Ясно. Хотела сбросить Орчид. Но, во-первых, здесь у Кин оф Пейн имеется Силю Редж. То есть, она ее пробивает, тем более с дабл дэмэджем. Под Кераской все это дело. А Висп просто уже не мог притянуться и что-то как-то помочь, потому что Фантомка была под БКБ. Да, немного горло проседает, я извиняюсь. Значит, Доктор собирает Ливер Кейп. Ну и полетели. Полетели за Андерлордом. Заберем-ка его с собой, чтобы... Себе не навредил. Бладстоун. Хм, Тимбер. Бладстоун, выбор... Ну, не то, что это необычно. Я вообще предполагала, что все-таки огонь будет. Но нет. Это Бладстоун. Нападение у нас на Фантомку. Фантомочке очень больно. Только сейчас она прожимает БКБ. Однако тут Гост. А дальше? А тут Форс. А дальше? Ну и полетел Бэтрайдер. Тем более с Гемом. Не захочет он его отдавать. Рядом находится Висп. Говорит, пойдем подхилив. Пратишка. Пратишка-то он подхилит. Проблема в том, что находят здесь Вич-Доктора. Вич-Доктор. Форс-Тап. Быстро Муши богоподобен. Ветра. Андерлорд начинает раскастовываться. Ветра себе поднимает также Висп. Очень хорошая спас от Джакира. Опять же, Урса в ультимейте замерз. Не прожимает боговая сторона. Вот только сейчас начинает вгрызаться. Только в кого? Размен Найт Сталкера на Вич-Доктора и Виспа. Проблема у Квин оф Пейн. Квин оф Пейн поднимает себе Ветра. Ну и Лотос накинули. Все-таки Муши должен жить. А, однако, на этом еще не конец. Еще Родина и Спас. Теперь на развороте Урса Андерлорд улетает. Андерлорд улетает. Как только дело запахло жареным, решили слетать на базу. А на базе-то уже и Тауэра нет. Вот такие вот дела. Найт Сталкера разменяли на Вич-Доктора и Виспа. Были близки, чтобы убить Квин оф Пейн. Но этого было недостаточно. Странно, что Квин оф Пейн не выкладывает, например, артефакт. Ладно. Ох, 35-27. 7000 преимущества за Минеския. Последнее действие, которое происходит. Все, вроде бы, происходит именно в плюс именно Минеския. Главное сейчас не дать Рошана. Ну, с Натиком, потому что все-таки Фантомка с Аегисом неприятная. Да и Урса с Аегисом неприятная. Плюс еще сыр. Самим зайти на Рошана? Вот в чем вопрос. Ну да, скорее всего. Несмотря на то, что вроде бы пик для Ванку, чтобы забирать Рошана не лучше. Однако там уже с Тихом хороший Луэлан. Поэтому он должен падать тоже не так медленно. Не так быстро, как Турсы, но не так медленно, как упал бы раньше. Он успеет. Аегис для Квин оф Пейн. И все равно Фнатик идут. Куда же вы идете? Полетел. Даггер. Айс пас. Ну и они могут здесь драться. Уса опять поднимает ветра. Раскастовывается Джакира. Неплохо. Много, конечно, урона от Улцы. Каски летают просто великолепные. Тимбер первый, кто отправляется в таверну. Неужели Фнатик еще и раскатили в этом замесе? Фантомка прыгает на Найт Сталкера. Минус Найт Сталкер. Хорошо, что Джакира ушел вместе с Квин оф Пейн. Квин оф Пейн, в принципе, я ей смелся. Так что она еще могла драться. Но все равно непонятно, каким образом у них получается выигрывать файты. Батрайдер с кемом. Они, Фнатик, я не знаю, они супер нагло играют. И еще как-то у них получается играть на хорошем уровне. То есть они сейчас заходят против Аегиса, против Сыра. И неужели Квин оф Пейн они тут явно не заберут? Ай Спаса, Джакира, Тимбера, Реснуса. Начинает расхастовываться. Но еще и каски летают. И не забирают бараки. Так, Фантомочка прыгает на Джакира. Южи Доктор проблемы испытывает под Глимер Кейпом. Погибает Батрайдер и... Минус Джакира. На 2 беке делается Батрайдер и Джакира, скорее всего. Так оно и происходит. Как же много они потеряли. Против Квин оф Пейн просто уже никто не дерется. Всем на нее все равно. Квин оф Пейн прыгает. Но а зря все равно. Аегис до сих пор муши не теряет. Андерлор прожимает у тиммейт. Минус Аегис у муши. И... Забавный момент. Бастит Виспом. Но они все равно подрались для себя невероятно здорово. Они изначально развили двух героев на байбеке. И теряют Вич Доктора и Виспа, забирая сторону. Я не понимаю, как у... Фанатик получается это сделать. Но, видимо, как-то получается. Сами попробуют заходить на хайграунд. По сыру у нас что? Сыру в Нейт Сталкера. Разданогост разводят. Андерлорд. Получается Сайлент. Спрасывают в игре сами. В БКБ находится Фантомочка. Увозит ее далеко подальше под Райдер. Урса под БКБ. Под Ультимейтом. Расправляются с Тимбером. Тимбером теперь в таверне. Резанность только через 56 год. Байбек имеется. На этом драка не заканчивается. Сколько же ветров у нас от одной и другой команды. Испанули Нейт Сталкера. Повесили на него ротов Атос. Несмотря на то, что ночь, Нейт Сталкер, скорее всего, отправится в таверну. Зверствует у нас уже Урса. И, как разумеется, они потеряли сторону. А сами сейчас вполне вероятно, что ее могут снести. Потому что Нейт Сталкер без Байбека. Нейт Сталкер. Если не ошибаюсь. А, нет. Джекера, по-моему, бы купался. Да. Показано как раз. Ну и заход на ХГ. Муша пытается сплетить. У него и появляется Скади. Что, в принципе, тоже достаточно такой хороший артефакт. Добавляет Муша еще больше плотности. Айс Пасс. Очень неплохо. По двоим героям. Начинает Тимбер тут накручивать. Но, получается, Супер Башер. Прыгает на него Фантомка. Потом подняла, что очень долго. Прыгнула на Батрайдера. Но Батрайдера тоже просто так нельзя. Тимбер не войнуется Гост. Соник Вейв. Клинок Пейн. Очень неплохой. Надо разобраться с Андерлордом. У Андерлорда и тиммейт имеется. Однако, протымать он его почему-то не хочет. Очень много замедления. Виск притягивается к Андерлорду. Сейчас он его полностью отхилит. И, возможно, сейчас стоит попробовать улететь. Возможно, он бы и попробовал. Однако, получает Орчет от Клинок Пейн. Аптечный Айс Пасс от Джакиров. Виск первый, кто погибает у Фнатик. Второй погибает сразу же Андерлорд. И здесь уже шансов уйти у Видж Доктора нет. Фантомка также отправляется в Таверну. Минески убивает двоих подряд. Как так-то. И выживает лишь один Урса. Четыре в ноль получается замес. Я вообще не понимаю, как дерутся эти команды. Казалось, только проводят отличный замес Фнатик. Потом они идут и проводят просто отвратительный замес. Идентичная ситуация у команды Минески. Но, возможно, это происходит потому, что на базе проще дефиться. Проще, потому что имеются всякие шрайны и так далее. Видимо, благодаря этому... Муша ломает в сторону по миду. Ну и вы знаете, нет байбека у Фантомки. Скорее всего, это минус три стороны. Именно три стороны надо делать. Минус там трон. Что-то в таком духе пытаться. Несмотря на то, что для Пуша тут не самые лучшие герои, как ты уже говорила. Но вроде бы справляются. Тимбер. Так же медленно. Но есть Джакира. Джакира поприятнее в любом случае. Делают мега-крипов. Действительно уверенное решение. Фантомка резнется только через 18 секунд. Я думаю, что Фнатиков не стоит тянуть игру и писать три. Писать эти самые буквы. Дабы не именно сморалить себя и начать новую карту забыть об этой досадной ошибке, которая произошла. Тимбуля сейчас в Минески грамотно отошли. Против мега-крипов. Фантомочка должна, видимо, покупать тогда БФ какой-то. Владимир у них на команду есть. Мега-сфера также есть в Урсе. Но они пишут в ГГ. Вот так вот Фнатик. Фнатик играют до конца. Хотя непонятно до какого конца. Здесь вроде я даже ничего не перепутала. Мега-крипы. Да, мега-крипы. Хорошо. Хекс уже у Андерлорда. Может, я все-таки эту игру затащил. Именно, знаете, в некоторых играх там команда много сделала. Но в этой игре и правда, Муш отыграл очень здорово. 21-2. Я думаю, что там много он говорит. 21-2-16. Видимо, Муш и хочет все-таки поехать на The International 2017. Еще бы там такой призовой фон-то будет. Да, в целом, Муш вообще всегда, когда едет на International, там призовой фон-то... Ладно, он всегда подойдет, по-моему, в ТОП-6. И, честно говоря, это очень хороший результат. Как бы его не критиковали, Муш продолжает побеждать. И поэтому с ним очень многие хотят играть. Смог прожимают ребята из Минески. Сейчас будут заканчивать. Последняя драка. Интериал приобретает себе тимбер. Вот, казалось бы, столько раз умер, а все равно выиграл. Мне интересно, сколько вот урона нанесла к Виндхмэн. Я обязательно посмотрю. Андерлорд. Как говорить на Андерлорда? Это все равно, что в пустоту. Хотя, вот вместе через Бэтрайдер Андерлорда вполне можно попробовать забрать. И, несмотря на огромное количество подкилла, Андерлорд первый, кто погибает. Байбэка у него нет. Размен на Найт Сталкера. Найт Сталкер. Байбэк пока не делает, хотя имеется. Заворозили Урсу. Замес у нас разделился. Также Вич Доктор уже потратил, в принципе, свой Дезвард. Ну и далее. Квин оф Пейн разбирается просто с руки со своими оппонентами. Хотя погибает Джакира. Минус Фантомочка. Размен у нас происходит 2 в 2. Очень лоу. Кстати, Квин оф Пейн поднимает себя на ветра. Просто Скайграунда расстреливает всех. И Good Game, Well Played прописывает в Натик. Поздравляем Минески с заслуженной, правда, заслуженной победой. Игра была... Честно, я в какой-то момент уже подумала, что Натик эту игру выиграет. Ибо они перепрынули достаточно жестко. Несмотря на такую доминацию, которая изначально была у Минески, я сразу сказала, что Минески, они могут закинуть. Они всегда хорошо начинают, по крайней мере, то, что я видела. И потом у них какая-то, не знаю, рассинхрон какой-то получается в играх сделать. Получается как-то вот именно... Может, не то, что даже не Тимплейна. Но против них почему-то играют лучше. По крайней мере, так было против ТНС. И по поводу ТНС мы с вами поговорим чуть позже. А это еще не конец. Я понимаю, что... Я на вас комментирую уже 10 часов подряд на следующий матч. Кстати, ребята, это были Фнатик против Минески, а теперь у нас Фейслес против ТНС. Я даже не знаю. Вы не должны это пропустить. Кстати, по поводу... Кстати, по поводу... Кстати, по поводу...